А работа обязательно была? Вот она, Володя. О, нашел. Работу стрелы еще тут всегда найдет. О поиске какую притчу можно вспомнить? Потерял драхму. Потерянный драхм. У меня потеря была. Причем даже не одна в понедельник. Ключи дома искал. Ну, сам положил и не помню куда. Тоже ходил, ходил. Я не знаю, сколько по времени не молился. Видишь, как она скрепляет? Угодно. Так, ребята. Ну, вот сегодня 16 июня 2016 года. Мы находимся в поселок Потеряевку у брата Виктора Савченко. Вот его мотоцикл Ямаха. Вот у нас Роман Роликов. Провожать его будем. Сколько дней-то пожил, Роман? Здесь Потеряевки. Сейчас мне рыбами. Вон, у нас Виталий ходит с матушкой. Значит, братья, я вот так хочу это все привязать. Но вопрос остается, сядешь ты или нет? Я вот тут буду, а ты вот здесь должен сядь. Да он что, он так-то худенький. И будешь руками придерживать. Сколько по массе ты? Да где-то 50... ой, 65, не больше. 65, не больше. Я думал, что меньше. Мне кажется, 70 ты будешь. Ииии, 70 метров. Прибедняется. Ииии. Ладно, мы его отсянем на мотоцикл и проверим. Мотоцикл не поедет, все, бегом побежать. Рядом. С какого ты времени тут уже? Сколько дней живешь? Три дня, наверное. То есть во вторник ты приехал, правильно? С Игорем Барабашом. Игорь Барабаш. Игорь, разве? Или нет? Нет, с Алексеем. А, с Алексеем. Загуляем с Алексеем. Игорь нам навстречу попался. А почему обратно едешь? Три дня это небольшой. Небольшой срок, как сказать. В лагере отсидел. Отсидел. В лагере Саня. Пробыл. Пробыл. Да, Роман? Ну такой, значит, срок мне отмерь. 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 Отмечают по-христиански. Не хитри. Отмеренный. Что случилось, то что обратно едешь? Как? На твой взгляд-то как? Почему-то? Говорит, так вот. Может, не выдержал? Значит, мне надо в другом месте где-то. Подвязаться. И не знаю еще. Все пока что не знаю. Есть наметки на одно место, на второе. Но второе, по сомнениям. Нет. В общем, два места. А вообще, как ты узнал об нашей, вообще, здесь, о Потеряевке, об общинах? Каким образом? Сначала прочитал, вот нашел действительно сокровище, сайт, это текстовый, где тексты. Ну да, да, да. Во свете Библии, да. Во свете Библии, да. Ага. Где феофилату Болгарского там. Как-то случайно или кто-то указал тебе? И с комментариями. Или через ролик как-то? Нет, я сам, можно сказать, Господь мне указал. Я не мог как-то выйти на обычный свой сайт. Не мой сайт, а обычный сайт, с которого я беру цитаты из Библии. Азбука.ру. Почему-то Господь так сделал, что я его не мог выйти на него. Конпетра я не могу. А на другие все сайты могу. И вот я вышел на сайт во свете Библии. Оттуда стал, ну, пытаться взять цитаты. Вот. Это было давно? Да, где-то года три. Года три уже. С сайтом знаком. Три года, да? Я точно не помню, может быть четыре. Ну, три точно я знаком. Ну и что ты там нашел на сайте? Вот нашел вопрос-ответы. Мне понравилось, я их сравнил с тем, как Данил Соев. Я вот знаю, что он тоже так вопрос-ответы. Много-много у него книга целого. В таком формате, да? Книга целого вышла. Вопрос-ответы. Вот. И с таким же, как бы, комментарием, что вот я собирал вопросы, и теперь даю на них ответы. И так же. Вот. На сайте было написано. Так, я еще подумал. Ничего себе они повторяют Данила Соева. Да, как бы, вот, комментарием не похожи. Меня это очень заинтересовало. Но тогда я был еще не согласен. С чем? С моментами, особенно с тем, что там нельзя воевать христианам, потому что у нас же там много же святых, которые там воевали, там их там прославляют, теперь за эти дела. Вот. И тем более Данила Соева был за то, что, как бы, воевать можно. Но потом я стал замечать, что Данила Соева тоже не везде. Он, как бы, за войну, а иногда и за мир говорит, что нет, лучше не воевать, а лучше мирным путем решать вопросы. Вот. И, как бы, вот эта двойственность меня опять привела опять на сайт. Думаю, ага, раз он двоится, значит-ка я посмотрю, как, на самом деле, может быть, вот действительно не надо воевать-то. И опять зашел на сайт, вот эти библии, посмотрел, что там ютуб есть еще. Вот. Это вообще мне понравилось, что есть видео на ютубе. Ютуб понравился? На ютубе. Видео на ютубе, в смысле есть. Канал у нас. Да, что есть канал на ютубе. И стал смотреть. Опять меня это, как бы, заинтересовало, да, тоже такая оппозиционная немножко. Данила Соеву тоже, как бы, я замечаю, что многие против него. Хотя он сам на сколько-то. А с Игна Тихоничем по скайпу, когда стал разговаривать? Так, сколько времени-то прошло уже? Где-то год-два. Год. Где-то год. Чуть больше. И много раз ты разговаривал с ним. Нет, раз-два или три. Ну, а ты, Роман, хотел тебя спросить, а о войне что тебя убедило именно? Что ты именно, какую точку зрения все-таки принял? Убедило то, что я еще, когда начинал читать библию, я ее взял, можно сказать, у протестантов. И комментарии читал еще. А они пишут, что нельзя. Ну, были, по-моему, адвентисты с самого дня, наверное. Потому что они говорили, нельзя воевать. Вот, если идти в армию, тут альтернативную службу только обязательно проходить. Вот я и такие читал комментарии. И, как бы, был согласен, потому что, действительно, в Живи Англии Господь уже говорит, что любите врагов ваших. Вот, я еще, как бы, не был внутренний с этим согласен. То есть, я еще не мог любить врагов. Вот. И сейчас-то еще. Вот. Еще не. Мне трудно иногда бывает. Вот. А тогда совсем не мог любить врагов, получается. Но был согласен, что именно с комментариями протестантов. И поэтому, как-то вот у меня это сложилось еще. Первые мои впечатления о чтении Библии и комментарии к ним. И то, что вот я прочитал на сайте и услышал, по сути, людей. Получилось, что я начал постепенно размышлять о правильности именно такого руководства. Вот. Тем более, наши святые и Серафим Саровский тоже всегда говорят. Сидите, дух мирен. Вот. Ничего, что мы в тени-то стоим. Нормально. Нормально. Сидите, дух мирен. Я так говорю. Друзья по несчастью. Общение с этими духами зубов поднебесных. Они как бы наши друзья по несчастью. И к ним надо соответственно относиться с нисходительными. А не воевать против тела и крови. Как говорит Господь, наша борьба не против плоти и крови, а против духа и зубов. Вот. Поэтому, какие бы враги не были, а они плоти и кровь, значит, мы против них не можем воевать. Ну, и спорты. Враги люди. Вот. Поэтому у нас, на самом деле, они не дороги. Я Библию полностью прочитал. Грекция Новая Завета. Не из всех книжей. Не из всех книжей. Новый Завет есть. Новый Завет. А Грекция часть только. Новый Завет я не все помню. Что-то прочитал. Стараюсь еще за мной. Что-то мне. По поводу крещения, когда ты узнал, что должно быть троекратным погружением. Это позже. Это намного позже. Не так давно. При общении с Сына Тихо. Да. Вернее, до общения, но я как раз решил выйти искать, чтобы как раз по этому вопросу уже спросить. Ну а ты искал крещение там, где живешь, где истинное крещение? У батюшек там не искал. Не было какого пути искания. А у отца Кирилла Сахарова? Ну это вот по совету, да. Был момент. Да, по совету. По совету Ида Тихо. И он как сказал, отец Кирилл? Он говорит, что я тебя не знаю, и вот он мне подсказал священнику, с которым я общался, ну как общался, тоже почти так же с Кириллом. Просто я там в этом городе бывал часто, чаще. И он решил, что вот мне там будет. А ты с ним беседовал много раз, с отцом Кириллом Сахарова? И одна встреча была такая. Он мне сказал, что лучше тебе поехать в тот город и с этим священником пообщаться. А с Кириллом Сахаром, да, я общался вообще всего раза три. Так, а он сюда приехал с какой целью? К Кириллом Сахаровой? Какая цель была определена? Не просто, как турист ехали. Ну да, поговорить с батюшкой, с отцом Кириллом Сахаровой? Да, он сказал, но потом поговорим. Кстати, Заня сказал, что надо еще поговорить, если получится. То есть потом поговорим, ближе к 10 июля, да? Нет, нет, сейчас. Ну да, нет, я не знаю, когда он имел в виду. Да, имел в виду. Да, я не знаю, когда мы поговорим. Поговорим, еще будет время он там. Ну, какие впечатления тебе от здесь, от пребывания? От чистого сердца? Скажи что-нибудь. Слава Богу за все. Ну, в слабом образе жизни я уже знал, какой здесь образ жизни. Или ты ехал сюда, был в неведении. В общем, такой образ жизни, труд, молитва, послушание. Об этом знал? Ну, как бы приблизительно то знал. Ну, по тем же, допустим, монастырям я уже был, монастырях. Приблизительно то знал, понимал, да? Приблизительно то, что надо трудиться, что надо слушаться, естественно. Тем более, уставшийся с порядок дня. В роликах же это ничего не утаивается. И когда Тихонич выставляет, это же все видно. Правильно? В прошлый год, как в лагере там разборки, там, и беседы со взрослыми, это тоже выставляется. Не только же работа с детьми, со взрослыми все это выставляется. Поэтому по роликам, я думаю, Роман Фроликов мог много роликов полезных найти. Ну, он, говоришь, там мало смотрел. Мало смотрел. Ну, да, я не все смотрел. А разочарование есть какое-то? Вот пожил здесь три дня, получается? Нет, нет. Нет никакого? Нет. Ну, мы христиане открытые, чтобы как бы это пред Богом все было. Никакого. Никакого. То есть ничего не утаиваешь. Пока у меня есть надежда на Бога, никакого разочарования у меня, в принципе, не должно быть и не может быть. Это когда уже, я считаю, если теряю веру в Бога, тогда да, какие-то могут быть уже сомнения. Тебя мало знаю, но у меня просто впечатление, что у тебя молитвы, как бы это выразить, нету или очень мало молишься. А святитель Иоанн Златоуз говорит, что как мы молимся, так мы и живем. Вот почему я так думаю? Может, я в чем-то ошибаюсь, потому что я о тебе хорошо не знаю. Ну, позволь мне высказать то, что я думаю. Я у тебя спросил, ты молишься утром, вечером? Ты говоришь, как? Стараюсь. Стараюсь. То есть иногда у тебя получается, что ты не молишься. Да. Я вот это заметил. А если не молишься, то и наша жизнь, она кувырком идет. Вот молитва, она все определяет. Это дыхание души, так святые отцы говорят, дыхание. Ну, сейчас вот давай, мы не будем дышать. Минуту, все, две там, ну кто-то пять тренированный, десять недавно передали. Там какая-то она чемпионка по погружению, десять минут держала дыхание, утонула. Наша, российская. Течением захватила и все, и мертвым нашли. Вот без молитвы, без молитвы день начинать, все кувырком будет. И будешь, ну не ты, а вот тот человек, который без молитвы, если будет кого-то винить, будет говорить, это в ком-то причина, не во мне. Оказывается, во мне она причина, если я не молюсь. Вот регулярно, я тебе как бы советую, регулярно молись и писание читай. Каждый день, утром, вечером, утром, вечером, для духовного роста. Вот растение, там садок у меня небольшой. Я не буду поливать несколько дней, ну что с ним будет. Да, понятно. Поэтому поливать Духом Святым, так сказать, надо, ну образно говорю. И спрашивать у Господа. Господи, приди и всели со мной, и очистены от всяких скверных. Поэтому вот это стараясь, меня насторожило, что ты говоришь, я стараюсь. Ну а мне, меня спросят, я скажу, молюсь, да иногда сокращаю, но молюсь утром, вечером постоянно. То есть, что мне стараться, это надо делать, неохота иногда, иногда там лукавый. Ну, это борьба всю жизнь. В городе я ночевал, в машине так получилось, закупал там товар. От товара никуда, там много чего. На переднем сиденье я взял молитвослов с собой, Евангелие, тут же помолился, Евангелие почитал. И у меня внутренняя как бы удовлетворенность и спокойствие Господь дает. А там катаются на, а уже время-то 11-12 час ночи, катаются на велосипедах, молодые крепкие ребята. Я обошел, помолился и спокойствие. У Евы говорится, я огражден и буду спать спокойно. Это первое, что после бурного дня, да, где бы мы ни были. А второе, когда встаем, спрашиваем благословения, благодарим за прошедшую ночь. Ночью уже кто-то не проснулся в эту ночь. Уже бомбы да падали, опять в Донбассе там начинают масонство. Там в Сирии опять беженцы бегут. Без молитвы у тебя не будет ничего. Враг тебя настроит так, без молитвы, что Игнат Тихонович, ну может быть, или кто-то там, будет для тебя злейшим врагом. Хотя это, наоборот, мы твои друзья. Вот такой образ жизни, это христианский труд, молитва, пост, когда у нас посты. Поэтому я их в то же время понимаю истинно, говорю откровенно, что ты приехал в городской и не приученный к труду. Но это время пройдет, надо потерпеть. Мы все через это прошли. Недельку, две там адаптации, ну у каждого по-разному. Вот у ребятишек около двух людей. И все. Но тебе нужно слушаться старшему. Есть старший, который знает, что делать. Без послушания вообще в христианстве ничего нет. Это ложное христианство. Без послушания церкви, без послушания Отцу Духовному, без послушания старшему и так далее, старшему брату, семье. Везде оно послушание. Иерархия небесная построена на послушании. Поэтому ты из этой конвы, из послушания раз и выпадаешь. Просто я еще не пояснил подробно. Не стал слушаться. Я устал и все. А другой вариант, ты бы сказал, помолитесь. Мне трудновато, но я постараюсь. И веточки носить. У нас ребятишки это делают. На ногах целый день все. Да, там устают и все. Но это последствия нашего грехопадения, какое состояние до пота работать. Чтобы в рай войти, нужно потрудиться с усердием. И узок путь спасения. Он не пространный, он узкий. Вот так вот. Поэтому ты из послушания раз, выходишь, выходишь. И что из этого вышло? Ну как в смысле с послушанием? Если допустим инвалид. Как вот вы ему говорите? Делай. А он не может делать. Ты инвалид? Ну я у меня устал. Я не могу. Нет. Конкретный вопрос. Ты не уклоняйся. Ты инвалид? В эту минуту, которую меня просили делать, я был инвалид. Я не мог просить. А сейчас не инвалид? А сейчас нет, я отдохнул и сейчас могу делать. И буквально пять минут. Не хитрю. Я устал, я не могу. Руки, ноги есть. Мне надо вот-вот, чтобы они немножко, руки, ноги вот именно отдохнули хотя бы минуту-две. Вот. Я устал сильно. И меня надо постоять или там отдохнуть. После ночи ты спал хорошо. Комары не докучали. Никита тебя с дядей Володей не мучили тебя. А он не в нашей келье. Дедовщины не было там, а то может они там разобраться. Ну отдохнул хорошо, на свежем воздухе. Ну как жёл, в смысле спал спокойно. Вот. Здесь другое может быть, что ты просто к труду не приучен. Надо приучать себя, заставлять. Порой неохота. Ну что мне? Неохота. Я хочу. Порой. Если бы ты хотел, ты бы отрубился, Роман, и хитрень. Я тружусь, ну я не могу. Вот всё. Снимаю. Руки, ноги у тебя всё есть. Как я устал. Ну как не надо. Как очень просто. Там работа-то и то ветки какие-то таскать. Там тяжёлые. И мы уже в этот раз, Игнат Тихонович, уже вот такие уже. Ну не такие уже пилили, а вот. Я один даже носил. Класс. Накопилось ещё с тех вот брёвен, которые мы там таскали. Такие. Правда. В общем. Ну. Не только брёвен. Чём ещё здесь? А. Дорогу ещё. Какое твоего пребывания здесь? Что? Какие у тебя мысли, намерения, чувства? Дедушка мне. Пойти с батюшкой поговорить. Вот мне намерение. Сходить. Уедешь ли ты потом? Уже пол пятого. Я не знаю, о чём мы разговариваем. Пол пятого. Надо с батюшкой поговорить. С батюшкой он в курсе, что ты едешь. Ну, только что всё, благословиться и быстро. Времени-то нету, я тебя могу не посадить на автобус. А. Чё? 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 Её ты? Чё? 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 Добрый день. Вашка, ну повезу я. Улетрарить, что я за столик покажу... Ну, там особо все для этого благословительства. Поехали. Ну, я не знаю. Причем поговорить с нами. А вы говорите, что будет тренироваться. Ну, я думал, ты будешь до 7 июля. Я тоже думаю. Ну, что тогда, раз. Нет, с Богом, все. Проезжай. Я согласен. А что я согласен? Остаться. Ну, до кофе не остань. Ну, нет. Устав не такой, или что? Чего ты не пришел? Не знаю. Как это не знаю. Говорят, что не слушаюсь. Но я говорю, что я готов слушаться. Просто мне надо немножко отдохнуть. Я не привык. Тяжелый труд найти. Ну, да. Пощупай мне спину, пощупай. Ну, там, Роман, там вверх ты носить-то был. Какой там тяжелый? Ну, накопилось, накопилось. Ну, висит делает. Ну, это ты здесь все-таки, наверное. Нет. Ну, я. Ну, я такой отсюда. Ну, ты так, тяжелый. Боишься работать? Я не боюсь работать. Я хочу работать. Я хочу работать. Мне надо лучше шутить. Я хочу работать. У нас еще такого не было. Чтобы кто-то приезжал. Что-то такое не было. Что-то такое не было. Приезжали. У нас первые года было 160 человек приезжало. У меня крещение было 160 человек. Я никого не обижу. Я понимаю все от Бога. Бог мне это все дает. Значит, может быть, я можно пойму что-то. Ну, ладно. Давайте. Посади на это. Там бывает и... Автобус. На микроавтобус. Какие газетки бывают? Уходил на пригородный поезд, я не знаю. А куда ты на пригородный? В Корчино. Нет? Да нет пригородного поезда. Нету? Зачем тебе? Нету. Он идет раз в сутки идет поезд. Идет ночью. Автобусы часто? Я думаю, есть там. Потому что по этому телефону есть. Ну, по Корчино ты зачем поедешь? На пригородный поезд до Барнаулы или там... До Барнаулы. Да нету поезда. Он только будет... Утром будет без 15.05. Утра только будет в город. Ну, пусть. Подожду. Ну, и зачем тебе? Так тебе еще денег ждать. Ты сейчас взял на поезде в два раза дороже, чем на автобусе. Нет. Пригородный поезд вон там... Да нет у нас пригородных. Это пассажирский идет один поезд. Пригородных нету здесь. По интернету есть пригородные. Да нету. Там ошибся. Как? Нет. Ну, мы живем здесь. Один поезд ходит всего у нас. Которая остановка. Еще московский. Проходит московский, проходит там... Македагод, но не останавливается. Нету остановок. Один поезд останавливается, вот он идет. Все. Тебе зачем? Да. Это московскийiosiosiosеский поезд. Он не останавливается. Это ходит местные, Барнаул Карасук. Через Скорчино не останавливается? Московский останавливается в «Корчино». Но там станция закрыта. Там билет не возьмёт? Там билет не взять на станцию. А у этих как они там, контролёры такую? Нету, нету. иниц... Нету. Тебя в поезд просто не посадят в Корчино? Нету, пригородное. Вы господи, я говорю, пригородного нету. Это опять пригородное. У кого вы говорите? В Барнауле. Ну? Нету. Ну ты на нём до куда доедешь? До Барнаула. Ну а тебе зачем? Почему ты на нём-то до Барнаула-то ехал? Тебе там сутки, ты приедешь утром, приедешь на нём утром, и будешь ждать, а поезд идёт на Москву только в 11 вечера. Ну ладно. И ты целый день будешь в Барнауле ждать? Да ладно. А тебе зачем? Да ничего страшного. Ну тебя ночью опять провожать, на поезд садить надо. Зачем? А как? Я сам сяду. Садись. Не надо. У меня просто денег мало. Я не думал... Так тебе дороже будет на поезде, это дороже в два раза. Понимаешь? Я тебе объясняю. Нету пригорода. Ну пригорода нету. А, я не понял. Ну я тебе уже третий раз говорю, пригорода нету. На поезде билет стоит 400 рублей, а на автобусе 250. 250. А, 250? На 150 рублей дороже. Я же не знал. Ну батюшка ездит, он не знает. Никогда не вызывали. Я-то не знаю. Я-то не знаю. Ну а там на поезд до Москвы, не знаю там сколько, 4 или 5 тысяч будет. На карточке есть у тебя? На карточке-то есть. Ну все. Ну все. С Богом идей. Поезжай там, там проводишь. Ладно, ангел окрандию. С Богом. Слава Христу. Простите. Еще раз. Мне уменьрadt. Я обитаю специальному предыдущему животному. На умолч dagelos программах, через который даст листый район и теликego, было ничего не так пользоваться для культуры. То есть уни oneself будетmeter на пол. А где то quieter есть станка. А через 20 минутур. То есть они människовые водки используются от хорошей бис частиц. Нам еще сесть сложно будет. Водя там калитку потом закроешь. Ладно, закрою. Смотри, ты там как-то все одевай на себя. Ты должен вклинуться, смотри куда. Между мешком и мною, вот сюда ноги ставишь. На трубу не ставить. Все, давай садись. Я пока погрею немножко. Володя, у тебя телефон заряженный? Да. Если что, я позвоню, но мало ли чего. Угу. Что-то сегодня и бензопила не заводится. И мотоцикл тоже у меня. Странно. Все, садись, садись. 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 А он поможет тебе. Садись. 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 Да, да, да. А на трубу? Ты за меня можешь. Поставишь сумку? Нет, у него там рюкзак. Он не встанет. Так, а если рюкзак не встанет? А эту сумку поставить? Можешь рюкзак снять? Давай, ты держи. Давай, ты держи. Давай, ты держи. А может, у него в 11-14-14 будет? Да. Я так же одевал точно. А это так через плечо и на охоту. Поставим туда. Вот. Все, сам поставил. Значит, ноги не вставляй. Так, подожди. Надо затянуть. И не шевелись ты. Хорошо? Смотри, а то мотоцикл на кабель. Ну все, Роман, с Богом. Закроешь? Ладно, закрой. Для меня держись. Хорошо. Нам нужно сделать. Иacterи. Скрип мудрteil. Простоeral гарму. Что大概 кругagen harинар. Будь ты держа. Скрип added дик櫄. Ну все это я не могу. Иwel Amerон. День гbereich�리. Помор fuels сопиться напрямую size. Но это топать у вас уже. Продолжение следует... Слава Христу!